Друзья мои, сейчас я хочу, чтобы мы обратились к Божьему Слову и прошу вас показать ваши Библии, поднять их и сказать, вот, пастор, Библия, которую я читаю. Интересно, какую Иисус Библию показывал бы? Но я знаю, что он знал Слово Божье. Вы знаете, есть разница между тем, чтобы иметь Библию, читать Библию и знать. Помните, однажды ехал человек один в колеснице, ехал из Иерусалима после поклонения в храме, читал Святые Писания и ничего не понимал. И к нему пришел Филипп и говорит, ты разумеешь, что ты читаешь? Ну и тот говорит, да, у меня есть трудность в этом, помоги мне. Я хочу, чтобы каждый христианин не просто имел дома Библию и знал, куда ее с собой нужно брать, на какое собрание. То пастор спросит, не хочется краснеть перед соседом. Но чтобы вы, читая ее, открывали в ней источники для своей жизни. Нет никакого другого смысла познавать Господа, как быть ближе к Нему, знать Его, слышать Его голос, наполняться от Него силой. Мы сегодня так много пели об этом и говорили уже. Вы знаете, это самое прекрасное, что подарил нам Господь. Знать Его, быть в общении с Ним, быть близкими с Ним. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, имея Библию, он имел ее не просто настольную книгу, чтобы положил на стол и забыл, а чтобы это настольное в смысле постоянно используемое, постоянно открытое для повседневной жизни, откуда я всегда черпаю силу, мудрость, благодать, направление для жизни. Благословение для меня, моей семьи, моей работы, всем, чем я занимаюсь. Знаете, очень сложно мне было сегодня как-то назвать проповедь. Я думаю, что, может быть, мы к ее концу вместе с вами ее назовем как-то. Я хочу говорить о том, как Бог утоляет человеческую жажду. О том, где Он ее утоляет, где Он хочет утолить ее в жизни каждого из нас. Удивительно, но Писание очень много говорит о воде. Знаете, как ни странно, но вот о воде. Кто-то скажет, но она и о любви много говорит, и о том, да. И вот особенно, что связано с пророками, так все про воду. Либо жил у воды, либо пил воду, либо нуждался в воде, либо пророчествовал о воде, либо ассоциировал себя с водой. И если вы начнете изучать пророков, то вы увидите, что огромное количество мест Писаний у пророков связано с водой. Я, если честно, никогда так не думал, но Исайя говорит неоднократно. Илия, пророк, начинает свое служение с пророчества о том, что не будет воды. Заканчивает свое служение. Какое последнее чудо Ильи, и кто помнит? Нет, не дождь. Вода разделилась, правильно. Он ударил милотью по воде, и воды Иордана разделились. И у Ильи вообще все связано с водой. Амос говорил о воде. И Аиль говорил, что и зальется Дух Святой. Иисус говорит о воде. Странно, ребята, вы сговорились, что ли, все вместе? Я хочу прочитать вам несколько текстов. Исайя говорит, 55-я глава. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. И душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Иисус в беседе с Самарянкой сказал такие слова. «Всякий, пьющий сию воду, говоря о воде, которую она доставала из колодца, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Интересная позиция женщины, которая жила 2000 лет назад. Я думаю, у многих, в том числе и христиан, сегодня подобная. «Дай мне, Господи, такую жизнь, чтобы я больше никогда не нуждался, никуда не ходил, ничего не искал». Ну вот, как вот в сказке у нас про Емелю, помните, «По щучьему велению, по моему хотению, дай мне», или про золотую рыбку. У нас все в народе как-то построено было так, и до сих пор это сохраняется, чтобы вот дали мне все, и я буду жить. Иисус говорит о другой воде, Он говорит о другой жизни, Он говорит о своем источнике, который Он планировал поместить в сердце верующего человека в будущем. Мы знаем, что однажды Иисус в последний день великого праздника встал и начал просто заявлять, и сказал, «Все, кто жаждет, иди ко мне и пей». Интересно, что все, что было связано с водой, мы всегда ассоциируем с Божьим потоком, с движением Божьего Духа в нас, посреди нас, через нас, и это действительно так. Сегодня, когда Игорь начал говорить про те времена, когда у нас такое активное движение было, ну и среди братьев, и среди сестер, сестры не менее активные в то время были, просто они встали, может быть, если правильно будет так сказать, не обидно, на свое место, они перестали тянуть ту лямку, которую они не должны были бы тянуть, и братья вышли вперед на первый план. Я помню хорошо эти несколько буквально лет такого особого ободрения от Господа, вдохновения. И я помню, что действительно откровений было масса на всякую тему. Я помню, я мог выйти на любое служение и проповедовать, у меня было сразу 2-3 проповеди внутри, потому что такое чувство, как какое-то излияние было. Я не говорю о том, что сейчас у меня не о чем проповедовать, но я помню это особенное время, время, когда Дух Божий прям обильно изливался на нас. Было ли это все помимо нас, или это было исполнение какого-то пророчества единовременное, или это было что-то с нашими сердцами, которые были в каком-то определенном состоянии. Я действительно верю, друзья, что от нашего состояния перед Богом будет зависеть очень многое. То, как мы будем Его переживать и слышать, то, как мы будем повиноваться Ему, то, как мы будем просто жить на этой земле, чему мы будем посвящать время, а чему мы будем не посвящать ни время, ни силы. Потому что именно Он, советник наш, тот, который ведет нас, знает, в чем мы по-настоящему имеем нужду. Я хочу сказать вам, Бог знает о вашей жажде. Иногда мы говорим о том, вспомни, о чем ты мечтаешь, или хотел когда-то, чтобы это было в жизни, но потом суета, дела, все забросило, как-то эти все планы куда-то так далеко, что уже и не вспоминаешь. Вспомни. А может быть, Бог сегодня их хочет оживить. Я, честно вам скажу, я слышал много подобных проповедей, и периодически взвешиваю свое сердце. Я действительно там, где я верю, Господь призывает меня быть. Или, может быть, я где-то свернул, или не пошел за Богом дальше. Может быть, я где-то остановился, или стал препятствием для кого-то, и кто-то остановился из-за меня. Я постоянно нахожусь, как в неком вот этом поиске, Господи, вот я. Я очень хотел бы, Господи, никогда не останавливаться больше, потому что та динамика жизни, которую ты дал мне, я верю, что ты дал мне. Я понимаю, что ты ее используешь. Тогда ты веди меня дальше. Если однажды ты захочешь меня как-то остановить, я хочу быть послушным тебе. Когда я вижу, останавливаются мои друзья, у меня всегда вопрос, Господи, ты ли останавливаешь их, или что-то произошло в их судьбе. Сегодня у меня есть один большой-большой пример, о котором я хотел бы поговорить с вами и прочитать целую главу из Ветхого Завета, которая, можно так сказать, пророчески, если так можно выразиться, или аллегорически, ее можно переложить на наши сегодняшние дни. Я буду читать третью книгу царств, 17-ю главу, с первого стиха. Это глава, в которой мы узнаем нового героя Библии. Это пророк Илья. И нам не говорится, откуда он вышел, откуда он родом, кто его папа, кто его мама, из какой он вообще семьи, где его родина вообще. Мы только знаем, что он был фесвитянин из жителей Галаадских. И давайте начнем читать с первого стиха. «И сказал Илья фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву». Ахав – это царь израильский того времени. «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь петь, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и оставался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, и мясо поутру, и хлеб, и мясо по вечеру. А из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине и вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, «Мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на постель свою. И воззвал Господу и сказал, «Господи Божий, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал, «Господи Божий мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, «Смотри, сын твой жив!» И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что Слово Господне в устах твоих истинно». Друзья мои, удивительный текст, удивительная история. В ней так много мудрости, в ней так много Бога. Если вы были внимательны, или вы читали уже ее вместе со мной сейчас не первый раз, и не второй, то обратите внимание, что у Ильи не было желания идти в Сарепту Сидонскую. Илья вообще был просто сосуд Божий, через который Бог сказал царю, «Не будет дождя, не будет росы, будет засуха, бедствие будет в стране». Но Илья получает Слово от Бога, «Тебе надо пойти туда, и я буду тебя обеспечивать». Интересно, ворон приносит с утра и вечером хлеб и мясо. Я не знаю, в тарелках водноразовых он носил, в клюве он носил, или знаете, в вакуумной упаковке. В Израиле 40 градусов тепла, каждый день это нормальная температура. Где ворон брал мясо? Какого животного? Знаете, тут столько вопросов можно задать. А Илья, человек Божий, он не ест ничего нечистого. А тут не святая птица, прямо скажем, ворон. Бог сказал, не прикасаться к этим нечистым животным, не кушать. И птицы некоторые сказали, нечистый тоже для вас, и ворон нечистая птица. Но именно из клюва этой птицы Бог повелевает ему кушать. Я думаю, там что-то ломалось внутри у этого пророка. Как это возможно? Кушать из уст нечистого животного. Но Илья был уверен в том, что Бог проговорил к нему. И он послушен. Он кушает, пьет. Я не знаю, какие вопросы его одолевали. Зачем я здесь, Господи? Долго ли я здесь? Чего к чему я вообще здесь, в пустыне, с воронами? Я не знаю, что он делал между завтраком и ужином. Но однажды Библия говорит, когда поток высох, Бог пошел с ним еще дальше. Он посылает его в языческий город. К людям, которые не знают Бога Израилева. К женщине, к которой он, по идее, не мог вообще входить. Но Бог говорит, я ее приготовил. Я ей уже что-то сказал о тебе. Она будет тебя кормить. Самое интересное, что когда поток высох, про воронов ничего не сказано. Вороны не высохли. Возможно, они продолжали ему носить. Мы не знаем, Библия ничего не говорит нам об этом. Но мы видим, что Илья меняет дислокацию по причине того, что вода закончилась. Когда он приходит в вдове, то мы обнаружим, что вдова от Господа никакого слова не получала. Ну, по крайней мере, Библия умалчивает. Она не встречает его. Пророк Божий ко мне пришел. Она ничего не говорит ему. Единственное, что она откликнулась на просьбу Ильи дать ему воды. Значит, вода у нее была в сосуде, как он попросил. Вы скажете, ну там, может быть, не было этой засухи. Была. Илья сказал, что ты будешь питаться из той муки, которую Бог сверхъестественно тебе даст, и масла, до тех дней, пока не кончится засуха, пока дождь не пойдет. Засуха там была. Но у этой женщины была вода. У нее с едой была проблема. И когда пришел к ней Илья, что-то начало меняться в ее доме. Илья принес ей свою сверхъестественную пищу, Божьей обеспечения. Она стала ответом для него водою. Когда этот текст я прочитал недавно, у меня, знаете, как что-то ожило внутри. Я подумал, Господи, не все ли Ты дал нам уже? Не все ли открыто нам? Есть ли какая-то сфера в нашей жизни, где мы что-то от Тебя не получили или не можем получить? Я подумал, да вроде бы нет такого. Везде Ты с нами. Но вдруг я получаю откровение, что жизнь, которая приходит в этот дом ко вдове, к ее сыну, и которая потом отражается и приходит по факту к Илье, заключается в том, что придя к ней в дом, принеся ей свой хлеб, в котором она так нуждалась, Божье обеспечение. Он открыл там источник и для себя. Спасение для неверующего человека, которое Бог приносит через нас, является водой жизни для нас. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы, приходя в дом человека, который не знает Бога, принося туда с собой Христа, открывая Ему Христа, мы получаем жизнь, мы получаем воду жизни, без которой мы не можем существовать. По факту Бог привел Илью туда, чтобы спасти и женщину, и сына от смерти, воскресить сына. Никогда бы Илья не пошел в Сарепту Сидонскую. Это Ему не по пути было. Это языческий город, который не нужен Ему, и Бог не призывал Его спасать этот город. Но по какой-то причине, зная ее сердце и всю ситуацию, и нужду, Бог обращает взор Ильи именно к ней. И спасение в этот момент приходит и к Нему. Друзья мои, когда я увидел это, я понимаю, что мы любим проповедовать, мы любим видеть, как люди каются, но я хочу вам сказать, Бог хочет открыть вам жизнь, жизнь свою в спасении другого человека. Он хочет вас послать туда, где нужда, использовать тот хлеб сверхъестественный от Бога, который у вас есть, для того, чтобы эту сверхъестественную жизнь открыть людям, пока Илья там был, пока дождь не палился с неба, пока не кончилась засуха, у нее не было нужды. Интересно, что Илья ушел от нее раньше, чем дождь пошел. А у нее написано, хлеб был до того момента, пока дождь не пошел. То есть, он принес ей жизнь, и жизнь никуда не ушла. жизнь осталась там. Друзья мои, размышляя о нашей жизни, я думаю, Господи, а у нас как? А что Новый Завет говорит об этом? И первое, что мне пришло на ум, знаете, это история, которая записана в книге Деяния, 11 главе, когда гонение, именно гонение, после смерти Стефана, первого мученика, просто разбросало иудеев, евреев по всем землям. И написано, что они шли и никому не проповедовали, разве что делились с иудеями, с некоторыми, тем, что они узнали об Иисусе Христе, о новой жизни. Но когда они пришли в Антиохию, все как-то поменялось. Интересно, но там такие слова. Были некоторые среди них киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, грекам, то есть, людям другой, совершенно культуры, не евреям, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число у веровав обратилось к Господу. Вы знаете, церковь в Иерусалиме тогда насчитывала уже несколько тысяч человек, не меньше пяти, по меньшей мере, а то и больше. Поэтому, когда говорится о великом множестве, это не 15, не 20, не 30 человек. Антиохия в то время это крупнейший город, один из крупнейших городов, и историки склоняются, что населению было около 500 тысяч человек. Великое множество людей уверовало. И слух дошел до апостолов, они не ожидали, они не ожидали, что в какой-то Антиохии возникнет церковь больше, чем в Иерусалиме. Они не ожидали, что Дух Божий, оставляя их в Иерусалиме, где-то там что-то еще сверхъестественное, такое здоровское, такое классное, такое удивительное будет делать. И они посылают Варнаву. Варнава приходит туда, и Библия говорит, что он там видит. «Когда дошел слух о сём до Иерусалимской церкви и поручили Варнаве идти в Антиохию, он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Друзья мои, иногда из-за нашей жизни, наших жизненных приоритетов, которые мы научились уже расставлять вместе с Господом, мы сужаем жизнь, которую подарил нам Бог. Она намного шире, она намного больше Его планы, а вас намного больше, чем вы можете себе представить. Вы думаете, вы живёте здесь, выходите в эту церковь, вы служите здесь какому-то человеку или двум человекам, или вот ваша домашняя церковь, и вы знаете свою роль на этой домашней церкви, и так уже из года в год. Но Бог, Он больше сердца нашего, Он знает всё, говорит Иоанн. Ему открыто всё, что ты можешь сделать, если его река, его жизнь, его вода обновит тебя, омоет твоё сердце, ты снова станешь слышащим, жаждущим, наполненным. Сначала жаждешь, потом наполняешься, сначала жаждешь, потом наполняешься, а потом избыток. Избыток не для тебя, избыток течёт. И вот Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне пей, у тебя потом потекут эти реки, ты быстро, быстро насытишься, потому что ты очень маленький, ты очень маленький-маленький сосуд у меня, а река, которую я хочу поместить внутрь тебя, намного больше тебя, и я хочу, чтобы именно через твоё сердце эта река потекла к людям, которые не знают меня. Друзья мои, Илья не искал того, чтобы пойти в Сарепту. Илья не искал жизни какой-то женщины, возможно, он пришёл грязный, уставший, измотанный, с какими-то остатками еды в бороде, с грязными дредами, потому что расчесать это было уже невозможно, там, знаете, с кондиционером ничего не продавалось в то время, да и воды не было, помыться элементарно. Может быть, шампунь-то и был у него, говорят, служители Божьи должны всегда хорошо выглядеть, может быть, он знал это, и расчёска была, но воды не было. И эта женщина, принимая его, возможно, видела весьма странного человека, похожего на человека без определённого места жительства. Так оно и было. Только Бог был с Ильёй. Вы знаете, мы можем быть странными для этого мира, наша проповедь может быть не в убедительных каких-то словах, мы можем быть намного, ну, извините за это, скромнее, глупее, не знаю, менее образованнее, чем этот мир. Но у нас есть живая вода, живое слово. Друзья мои, если вы давно не переживали этой воды, не наполнялись ей, если вы чувствуете, что ваше сердце как-то подсохло чуть-чуть, и вы хотите служить Богу, но как будто не хватает силы, как будто вы не можете куда-то прорваться, вы читаете Библию, вы только логикой сводите местописание с местописанием, как будто Дух Божий не действует во всей этой логике, вам чего-то не хватает, я скажу вам, чего вам не хватает, вам не хватает присутствия Божьего в жизни, исполнения Духом Святым, вам не хватает просто встать перед Богом и просто поклоняться в тишине с огромной радостью, Господи, Ты слышишь меня сейчас, Ты принимаешь меня, Ты обновляешь мое сердце, друзья мои, я хочу, чтобы мы сегодня вместе с вами, если сердце наше подсохло, и мы чувствуем это, честно признались в этом Богу, сказали, Господи, да, я не чувствую, что сегодня через меня течет Твоя вода, я делаю все, как нужно, как я научен, я поступаю во всем благоразумно, я стараюсь держаться Твоего слова, но как-то все тяжело, я во всем чувствую себя уставшим, мне нужно Твое вдохновение, друзья мои, все начинается с честной молитвы, Господи, я снова и снова нуждаюсь Тебе, вторая вещь, которую я хочу предложить вам, это оставаться в Божьем потоке, вы знаете, Илья не имел недостатка в Божьем Слове, мы нигде не читаем, что он где-то затормозил, потому что он не знал, что делать, он передвигался, мы не имеем достоверной информации, какие промежутки были между тем, как Бог говорил с ним, или побуждал его что-то делать, но мы видим динамику его жизни, Библия ее так подает нам, его жизнь, здесь то, здесь то, здесь то, везде Бог, везде чудеса, везде, нигде не согрешил, нигде не уклонился, я уверен, что Бог жаждущему дает всегда, и поток его жизни, который действует в нас, он имеет конкретную направленность, он не просто доводит нас до состояния самоудовлетворения, когда мы чувствуем полноту в Боге, и нам от этого хорошо, он ведет нас дальше, недавно молодежное собрание было вечернее, я оказался в офисе, молодежь меня спросила, когда я проходил мимо, хотел домой, как-то поехать после 11, они говорят, пастор Александр, скажите нам, пожалуйста, сколько даров Духа вы знаете, ну я, значит, о дарах духовных, это вообще как не совсем моя тема, ну я знаю, что говорит Библия, я рассказал о том, что есть 9 даров, о которых говорит апостол Павел, если говорить о дарах духовных, и они продолжили свои каверзные вопросы, ну например, дар безбрачия входит в эти дары или не входит, ну это была минута отступления от нашей темы, а потом мы вернулись к дарам духовным и сказали, почему у нас действует один дар в церкви, если Божья воля в том, чтобы действовали 9 даров, мы все говорим на языках, да, братья и сестры, 50-ники, вы здесь, мы молимся на языках, апостол Павел говорит, это здорово, это прекрасно, вы исполняетесь Духом Святым, у вас есть эта возможность, но потом он поясняет и говорит, что дар языков дан для чего? Для того, чтобы ты назидал самого себя, если тебе чего-то не хватает, если так важно понять Бога, услышать Его призыв, как-то ты совсем недомогаешь духовно, такой слабенький какой-то верующий, тебе нужно присутствие Божье, исполняйся Духом, я согласен с этим, друзья, я не хочу это никак умолить, я знаете, что хочу сказать, обо всем остальном, апостол Павел сказал, ревнуйте, ревнуйте о дарах духовных, вы не пророчествуете? А почему не пророчествуете? Никто не смог с молодежи мне сказать, почему они не пророчествуют, я могу сказать ответ, который я думаю относится и ко мне также, я недостаточно ревную об этом, как часто вы просите Бога о том, чтобы Он исполняя вас Духом Святым открыл вас дары, которые будут служить другим. Если вы молитесь о том даре исцеления, который входит в часть этих даров, читаете книги об исцелении, посещаете конференции, молитесь, смотрите видео и лейтмотив этому всему вы болеете и вы хотите получить исцеление, то вы не того дара ищите. Вам надо искать Иисуса Христа, от Которого приходит исцеление, а не дар. Но если вы хотите служить другим, у вас есть страсть отдать свою жизнь ради больных людей, видеть, как могущественно Бог их исцеляет, не потому, что это болеет ваша мама или ваш ребенок, или вы имеете какую-то хроническую болезнь, а потому, что люди, грешники, неспасенные, они не верят, потому, что они не могут свести, Евангелие это живое или неживое что-то, но если ты молишься и слепой прозрел, то он точно знает, что Евангелие живое, аминь. Поэтому я хочу предложить вам, чтобы река, которая течет от престола Божьего, которая через Дух Святой раскрывается в нас, эта река в вас была направлена на других людей, на спасение, на исцеление, на свободу. Об этом Павел говорит, ревнуйте. Если вы об этом не ревнуете, ничего не будет происходить, вы придете однажды на небо и скажете, Господи, я хотел пророчества, ты помнишь, я очень хотел, скажет, я помню, я также помню, что ты два раза за 20 лет, пока ты был христианин, помолился об этом. И так как-то про между прочим, когда пастор напомнил. А вот так, чтобы взять, стоять на коленях и говорить, Господи, так много ты дал нам, церкви, и ты дал власть, церкви, наступать на всю силу вражью, освобождать пленных, давать им свободу, приходить в любой дом и открывать им Христа. Но мы, Господи, мы нуждаемся в Тебе. Дай нам силу. Вот если вы перестроите свою жизнь, если вы действительно начнете так жить, друзья мои, если мы все начнем этого ревновать, я уверяю вас, Библия истина, Бог будет действовать. Но если мы будем остывать и вспоминать старые времена как лучшие времена, то это значит, что на каком-то пути мы, на нашем пути мы остановились, мы удовлетворили свою потребность от этой реки жизни и не пошли за ней дальше. Бог сегодня побуждает нас с вами идти за ним дальше. Наша церковь могла бы расти, люди, грешники могли бы спасаться. Вы скажете, ну мы проповедуем Евангелие, мы верим, что Бог будет спасать по нашей проповеди, да и аминь. Я с этим полностью согласен. Я являюсь инициатором многих евангелизаций, но поймите, все начинается с того, что кто-то встает на колени и молится перед Богом и говорит, Господи, спаси мой город, спаси моих соседей. Я знаю, здесь в зале находится много молитвенников и я обращаюсь в том числе и к вам, но я хочу сказать, именно по этой причине каждое воскресенье мы решили сделать молитву в офисе церкви в пять часов сегодня я жду всех вас, чтобы один час каждое воскресенье посвящать молитве за наш город, за наших правителей, за наших родственников, за просто чужих нам людей, чтобы наш город был изменен, наш город был спасен. Друзья мои, не об этом ли и говорит нам Святое Писание, чтобы мы искали Господа и от Него, наполняясь силой, несли ее в этот мир. Давайте встанем для молитвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова